добрый день друзья сегодня я хочу вам рассказать про мировые войны их было три как нам говорят историки первая была в начале 20 века 2 в середине 3 сейчас пытаются ее разжечь и если она состоится то это будет начало 21 века и вот что интересно что интересно мир как говорят историки якобы более древний и нам говорят что древний мир весь был опущен в эти самые войны и по какой-то причине ни одна из них не стала называться объемные войны были вспомним македонского он захватил весь древний мир только без руси как бы не пустили его суда а если уж реально брать те документы которые остались якобы об этом времени то он просто обделался от страха и из дербента прибывает там он просто не пошел на нашу территорию по легенде когда александр македонский взял дербент он на радостях решил пойти на русь и сказал там местному этому предводителю что вот он собирается местный предводитель ему сказал что саша не ходи туда на север потому что тебе твой зад натянут на все остальные твои помидоры ну македонский был мудрым персонажем он не пошел послал письмо мол типа я твоя крыша вы имеете ввиду если кто на русь нападет скажите саша вас прикрывает это реально это так написано в легенде которая отражает те времена когда был македонский по официальной истории это было еще до нашей эры а по русским сказкам это был 19 век потому что сказители застали его македонского еще живым сами это был 19 век начала но может быть там конец 18 с большой натяжкой это есть все в сказках в русских так что почитайте вы сами убедить а война мировая война это явление очень специфическое в его основе в основе этого явления лежат две позиции первое существование материального мира воинов и государств которые могут за что-то биться и тратить свои материальные ресурсы включая деньги и все остальное и саму плоть людей и второе это то самое за что они будут биться биться это власть за власть они и биться и должны и вот самое интересное в том что деньги власть и материя появились только в конце 19 века многие историки лопочут всякую ерунду что у нас были до 19 века и банки и деньги и все такое прочее монеты показывают различных периодов за монеты платят миллионы долларов на аукционах и это все фальсификация монеты не являлись деньгами в древности если они и были и при том что эти монеты могли быть только в 18 ну крайний случай там в конце 16 века но это просто край если только единичные экземпляры в каком-нибудь чуде произошли почему потому что те годы не было материального мира и самое главное что мир не знал экономики подкрепленные деньгами деньги придумал карл маркс и фридрих энгельс вся мировая общественность который является экономистами всегда отражала эту суть его работ всегда и я даже не удивлюсь если во всех экономических вузах когда проходит карла маркса тоже ученикам студентам говорят что действительно карл маркс обосновал появление прибыли денег мировых денег ну естественно банковской системы только он до него этого не было может быть вы видели как с мешочками набитыми золотом бегали исторические правители вам показывали в кино помните там он снимает отсюда с пояса мешочек и бросает там в оплату за что-то мол вот экономические отношения и уже мешочек с деньгами бросай на самом деле это ложь монеты корень мон мон они обозначают память о том или ином событие мон это мнить помнить это можете проверить то что я вам говорю по словарю фасмера этимология монеты такая именно запомнить какое-то событие и главным образом территорию с которой были связаны какие-то отношения поэтому на монетах всегда запечатлялись отпечатывались то есть ставили печать на которой была изображена территория того ну скажем так царство откуда проходили эти монеты до монеты как в каком-то смысле ценность потому что это были древние карты географические они имели свою цену за них можно было обменять что-нибудь как вот допустим обезьяны обменивают банан на другой банан который им показался вкуснее у них есть тоже экономические отношения бананы меняются на самок самки меняются там еще на что-то многие животные живут экономической жизнью но банковские системы у них ни у кого не развиты потому что это другая песня это уже человеческий гений и вот этот гений банковских структур он был развит и открыт только тем самым карлом марксом и фридрихом энгельсом я вам уже делал много роликов на эту тему сейчас я просто повторил чтобы вы поняли что первая мировая война потому и первое что она была реально первой в нашем материальном мире до этого был душевный духовный мир до люди может быть существовали но они были прописаны как в сценариях то есть ты читаешь книжку любую и в этой книге ты видишь существование и жизнь определенного ее персонажа он не живой ты его в материи пощупать не можешь но он существует в книге и ты видишь как он там живет развивается любит умирает там воскресает и все такое прочее теперь рассмотрим что такое мировая война мировые войны стали возможны только после того как появилась цель их открывания это естественно только власть все мировые войны основаны на том что развязавшие их силы идут на завоевание власти той или иной а в случае мировой войны мировой власти поэтому мировой власти в мировой войне могут достигать силой только мирового масштаба не может быть восстание сипаев каких-нибудь там в каком-нибудь древнем индус египте не может быть она направлена на мировое господство или например там в боливии какой-нибудь восстание или госпереворот он тоже не может быть направлен на мировое господство а мировое господство сегодня в наше время фактически достигнута теми силами которые развязывали это самое мировое господство в виде трех войн третий вот длиться. Это так называемый глобализм. Сами понимаете, что политика глобализма связана с завоеванием власти на всей земле. Термин «глоба», «глобализм», он обозначает буквально веру, не религию, а веру. А вера у нас на земле всего единожды представлена. Это библейская вера в трех ее представлениях. Ветхий Завет, Новый Завет и другая, третья книга, которая не является Заветом, но тоже существует для большого количества верующих. Никаких восточных религий никогда не было. В Китае и соседних странах даже нет понятия слова «бог». Как нет этого слова и никогда и не было. На Руси ни в одной из русских сказок древнего периода никаких богов вообще нет. Там были только русские предки, которых мы сегодня по шаблону, я в том числе, называем древними русскими богами, чтобы было просто понятней оппонентам и читателям. Поэтому мировая сила, она имеет своей целью захват мирового господства, то есть приведение мира к состоянию глобализма. И президент России Владимир Путин высказывался на эту тему отрицательно в своем выступлении и говорил, что глобалистические силы хотят пожрать весь мир и это неправильное отношение этих сил к нашему миру. Так вот, что же это за силы, которые хотят привести весь мир, захватить весь мир и привести его к состоянию верующего государства? Вы знаете, что на Земле есть всего одно государство, псевдогосударство, потому что основы его религиозные, поэтому это псевдогосударство и ведет учет своих граждан, верующих на религиозной основе. На Ближнем Востоке этот кислак и находится. Вы все знаете. Но когда в конце 19 века российский император какой-то там по номеру и по одному и тому же имени открыл врата Российской империи для тех, кто раньше жил для террористов буквально за чертой оседлости, из-за черты оседлости пришли те, кто потом сделал то самое кишлатское государство и устроили у нас здесь Первую мировую войну, потом резню с 1917 года, а потом гражданскую войну. И они не сражались между собой с кем-то, они уничтожали население России. Это официальные данные, я вам еще об этом подробнее расскажу. А смысл вот этого нашествия террористического был в том, что все эти красные и белые из одного поля ягоды из-за черты оседлости, они не убивали друг друга. Почитайте статистику. Две армии составляли вместе 2 миллиона человек, а погибло в итоге этой вот этой вот мясорубки, как говорится, белых и красных, погибло 17 миллионов гражданских лиц. То есть, понимаете, эти обе армии, белые и красные, они в гражданскую войну убивали русское население. 17 миллионов – это официальная цифра, которая представлена в той же Википедии, по крайней мере. Вот чем занимались те самые революционеры. Ни за какую землю они не боролись. Они боролись за власть, уничтожая местное русское население. Основой их, вот этой вот злобной политики, была как раз та самая религия, на которой они сюда и пришли. И когда 1917 год здесь произошел, и разжигающая, растворяющая, распаляющая его, этот 17-й год, Первая мировая война состоялась, она состоялась на религиозной основе. Все три войны, которые ведутся и которые провелись, они были только на религиозной основе. Первая мировая война была развязана христианами Германии против России. А Россия сюда пришла из-за черты оседлости, и поэтому Россия попала в эти жернова между двумя сектами библеизма именно на этой платформе. Я много раз вам показывал, мы много раз с вами видели все эти изображения знатных людей того времени, конца XIX века и чуть ранее. Ни на одном из них, включая императоров, не было христианской символики и христианской символики. Ни на одном человеке, ни на одном. А когда уже пришла пора XX века, то, конечно, все на Руси завалили и той, и другой символикой. Во Второй мировой войне все продолжилось то же самое. Опять христиане Германии на своей броне, снабженной крестами, пошли войной на Россию, в которой к тому времени правил Ветхий Завет. И сейчас, сейчас, в какой-то степени, где-то там, в Европе, у нас, конечно, нет, потому что мы, как всегда, сражаемся за свою родину и с соображений патриотизма, то есть к своим отцам, не веры, не религии, а любви, а с Запада нам насаждают какую-то войну, пытаются насадить в очередной раз. И правильно, абсолютно поступает президент России Владимир Путин. Я вам еще раз просто хочу остановиться, что Россия не ведет войны. Россия ведет специальную операцию, поэтому те, кто каким-то образом негативно реагирует на ход событий, вы не правы, потому что у нас, у нас полицейско-ФСБшная операция с приданными войсками для усиления. И эта операция идет только для того, чтобы защитить наши западные земли, которые исторически являются русскими. Никакие, условно говоря, Киевы, Польши и все остальные Германии нам задаром не нужны. Мы эту Германию вместе с ее Берлином брали уже четыре раза. Нафига она нам нужна в пятый раз? Тем более тогда, когда мы приходили, там и женщины были посимпатичны, и мужики были немцами. А сегодня туда идти смысла нет. С таким же успехом можно сходить куда-нибудь в Турцию или в Африку. Мы найдем тех же самых людей, а, как говорится, с них взятки гладкие, брать нечего, кроме бананов, которые они с удовольствием отдадут из-за своей дружелюбной политики к окружающему миру. Так вот, никакой войны сегодня не ведется, несмотря ни на что. И комментаторы по Первым каналам, которые говорят, что мы воюем, они абсолютно неправы. Абсолютно неправы. Война – это другой вид сражения. Воюют государство на государство или блок на блок. И вот в такой войне, государство на государство, там проявляются самые жестокие вещи по отношению к населению. А в данной ситуации никаких жестких вещей к населению Украины, в частности, или какого-нибудь Запада, Россия не проявляет. Да, Запад пытается спровоцировать. Это есть такое, да. Но позиция нашей власти абсолютно правильная. И наша власть, я уже сказал, что президент, судя по всему, против глобализма. Поэтому он не лезет в этот глобализм, делает правильно. Потому что в глобализме нужно будет подчиняться одному мышиаху. А зачем президенту великой державы по имени России подчиняться непонятному персонажу, который называется мышиах, и который то придет, то не придет на нашу землю. Если та же Германия, если те же остальные страны Европы, даже в какой-то части Америка, и главное, что Израиль, если они хотят верить в своего мышиаха, флаг им в одно место, и пусть они с ними, как дикие индюки, с распущенным хвостом, бегают и машут. Никто против этого не выступает. А нашему президенту, я думаю, что достаточно одной шестой части света для того, чтобы делать здесь счастливое государство. Я думаю, что у него цели такие. Так вот, возвращаясь к мировым войнам. Дело в том, что они ведутся только на религиозной основе. До сегодня бьются в мировых войнах всегда две стороны. Это первая сторона – Ветхий Завет, вторая сторона – христианство. Причем битва эта идет по библейским канонам, потому что в Библии так и написано, что существовал Ветхий Завет и его государственность. А потом вдруг появился какой-то пацан по имени Христос. Пришел в храм, навалял люлей тем товарищам, которые там торговали всякой ерундой, и сказал, что торговать в храмах – это неправильно. Ну и, короче, из-за этого началась война. И вот сегодняшние мировые войны – это та война, которая описана в Библии. Больше войн не описано нигде. Я сам изучил почти все сказки русского периода до XIX века. Там вообще не говорится ни о каких войнах, ни о каких. Там нет понятия войны, нет его, совершенно нет никакого. Там даже убийств нет как таковых. Когда Велес – богатырь самый сильный на Руси в то время, да и сейчас такой же. Когда он даже побивал того же Кощея или Белого Поленина, то есть своего соперника, он его не убивал. Он с ним боролся и побаровал не до смерти своего соперника. Причинять смерть не было ни у кого даже в мыслях. Ну, во-первых, что это был XIX, XVIII и ранние века, смерть причинить было невозможно. Описанному персонажу, книжному, духовному, потому что он не обладал физическим телом. И как ты можешь убить того, кто не убиваем в принципе, потому что нет материи вокруг него. Ну, а во-вторых, из-за этого и в мыслях не было войн на поражение. Сопротивление, противостояние, пожалуйста, сколько угодно. Борьба тоже, борьба взглядов и каких-то там идей. Все что угодно, но только не убийство. Убийства пошли с Каина, который убил Авеля. Это был конец XIX века. Вот с этого момента начались убийства, и мир стал противостоять в мировых войнах. Мировые войны – это ветхозаветная война против новозаветной войны. И наоборот. Поэтому, еще раз отмечу, вся эта европейская техника, как и в наше время, в наши годы, так и во Вторую мировую войну, и в Первую мировую войну, вся она снабжена теми самыми религиозными христами. Крестами даже оговорился. И, естественно, все знаки отличия тоже кресты. Я еще раз вам отмечу, что ни в советское время, ни в имперское время крестов ни у кого не было, кроме короткого периода Первой мировой войны, когда у нас здесь образовалась экстерриториальная группировка тех самых европейцев, которые уже и сотворили все эти кресты внутри. И войны эти, Первая мировая, Вторая мировая и сейчас Третья мировая, они экстерриториальные, они не ведутся в какой-то отдельном взятой стране. Это война на совершенно других условиях за мозги, за души, за мысли людей, которых все эти товарищи, которые познали смысл во власти, смысл власти самой, они теперь пытаются всех нас загнать в подчинение. То в какие-то конюшни, то в какие-то хлева храмы, то еще куда-то. Теперь в цифры, в уколы, куда только не пытаются загнать. И каждый раз, когда массовое идет забитие скота, то есть нас с вами, с их точки зрения, они всегда в свою религиозную веру вкладывают именно понятие мировой войны, мировой бойни. И знаете, каждая мировая война заканчивалась количеством жертв, которые всегда одно и то же. Если вы заглянете в энциклопедию «Традиция», вы увидите эту цифру. 6 миллионов. Эта цифра была отражена по итогам Первой мировой войны в американских изданиях 18-18 годов 20 век. Вторая мировая война тоже озвучила эту же цифру. Ну и я вам делал ролик специальный с прогнозами. В декабре, за несколько месяцев до окончания этого самого нашего злейшего врага, который отразился в уколах, до сих пор нельзя раскрывать эту тему. Власти определенные, определенных ресурсов, они блокируют и наказывают за то, что неправильно называется вот тот или иной персонаж вот той войны, которая была в 2020. Но по итогам этой 20-й войны 20-го года, 21-го века, которую мы с вами все пережили, погибли те же самые 6 миллионов человек. Так что здесь сакральная цифра. Кто-то мне говорил, что она говорит о том, что у первородного Адама была душа, которая состояла из 6 миллионов душ всех людей, погибших людей. Может быть, это так, может быть, не так, я не знаю. Но самое главное, что были три войны, все закончились они специфической этой цифрой, и эта цифра всегда отводит только к религии. И поэтому, если мы с вами хотим жить мирно, то мы с вами должны каким-то образом расстаться с глобалистическими идеями и глобалистическими государствами. Если в кишлаке, в каком-либо кишлаке эта цель мирового господства является главной, то пусть они себе глобализм строят в своем кишлаке. Я пока успехов не вижу. Мы в этом кишлаке, многие из нас были, я не был, честно признаюсь, и мы с вами видели, что всеми усилиями этих выдающихся нобелевских лауреатов этот кишлак строится и направляется в будущее и чудесным образом оказывается в далеком прошлом. Сегодня уровень жизни в этом кишлаке это 17-16 века. Вот этот вот устрой, включая религиозную подоснову, он, конечно, не современного вида, хотя я не знаю, может быть, вот в русле всех исторически-религиозных понятий, может быть, такой вид является и правильным. Ну и еще раз отмечаю, мировые войны это войны противостояния сект религиозного направления. Все войны мировые. Других не бывает, может быть, когда-нибудь будут. мировые войны Продолжение следует...